В последнем видео я сравнивал тарифы самых известных брокеров, самых популярных, самых больших. И там были брокеры Тинькофф, Сбербанк, ВТБ, Открытие, БКС. И у меня люди спрашивают, да, и по всем параметрам получились, что для трейдеров лучше всего подходят ВТБ и Открытие. Ну а для инвесторов, которые инвестируют в акции, там я уже не помню, смотрите. Ну а если люди хотят инвестировать в ETF, то подходят абсолютно все, потому что абсолютно у всех можно найти одинаковые условия. Вот, и я сказал, идите к тому брокеру, которым вам удобнее, который вам ближе. И у меня спрашивали после этого, а финам? И в прошлом видео я также забыл про альфа инвестиции. Сейчас восполняю этот пробел. Все на самом деле изменилось и в лучшую сторону. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Зашел я на сайт Финамо и очень сильно удивился, когда увидел, что сайт наконец-то и изменился, потому что раньше мне не нравился этот сайт кардинально, я с ними ругался, говорил, что тарифы у вас неадекватные и так далее. Вот, сейчас тарифы стали адекватные вполне себе, сайт изменился в лучшую сторону и всего два тарифа, как мы видим на сайте, вот прямо сейчас вы его видите, и эти тарифы стратег и инвестор. Здесь есть нюансы, короче говоря, что дает Финамо. Очень хитро на самом деле. Смотрите, если вы хотите, если вы хотите инвестировать, то, когда, как только вы открываете брокерский счет Финамо, то у вас откройте счет на супер условиях. Как и раньше, Финамо предлагает следующее. Льготный тариф на 30 дней с комиссией всего 0,001%. То есть, самая низкая комиссия, которая, в принципе, возможна, в принципе. Наш лучший курс начинающий в подарок, значит, и переходим в тарифы. Вот, еще раз, смотрите, 30 дней практически без комиссий. Всего 0,001%. Это самая минимальная комиссия. То есть, вот, если вы хотите открыть брокерский счет Финамо, то прежде чем открыть брокерский счет, сначала подумайте о том, какие акции вы хотите купить. Это первый мой совет, потому что у вас есть один месяц на то, чтобы сформировать портфель. После этого, если вы сформировали портфель и не хотите продавать акции, то есть, если вы хотите их держать, то, пожалуйста, вам дается тариф стратег, абонентская плата в месяц 0. Но я вам скажу сразу, что, как и раньше у Финам, тариф этот зверский абсолютно. Почему? Потому что, смотрите, ценные бумаги на московской бирже, то есть, акции и облигации. Вы на этом тарифе покупаете с комиссией 0,05%. Но здесь, так же, как помните в прошлом видео в открытии, есть маленькая закорячка такая, минимум 50 рублей. Минимум 50 рублей от сделки. Что такое 50 рублей от сделки? Ну, это немало, я вам скажу. При сделке в 100 тысяч рублей ваша комиссия будет 50 рублей. Иначе ваша комиссия будет как со 100 тысяч рублей. То есть, вы покупаете одну, даже не облигацию, а одну акцию на 1000 рублей, а с вас комиссия как со 100 тысяч, со сделки. То есть, это крайне грабительская комиссия. Вот, что я вам скажу. Вот, тариф стратег. Несмотря на то, что абонентская плата 0. То есть, смотрите, подумайте, прежде чем выбирать тариф без абонентской платы. Второй тариф инвестор. Второй тариф инвестор, абонентская плата в месяц 200 рублей. При этом, у других брокеров, у которых есть ежемесячная плата, там, даже если есть 200, там 290 рублей было, по-моему, у другого брокера 295. Сейчас мы это посмотрим. Но там было в месяц, если в месяце была хотя бы одна сделка. Здесь этой оговорки нет. Здесь этой оговорки нет. То есть, вы не совершаете сделки, 200 рублей с вас берут. Вы забыли про брокерский счет, и он у вас постепенно 200 рублей каждый месяц финам берет. Так было и раньше, на самом деле. То есть, почему он мне и не нравился. Но, при этом, если 200 рублей в месяц, то комиссия. 3000 плюс акции и облигации и ETF. Что такое 3000 плюс? Это значит, ну, я вам скажу так по секрету, что у Финамо, как и у Открытия, так же, как и у БКС, максимальное число инструментов, и в ВТБ, наверное, такое же количество инструментов, которые он предлагает. То есть, максимальное. Здесь без вопросов. И опционы, и фьючерсы, все есть. И комиссия за трейд отсутствует. И комиссия от 0.0025%. Вот поэтому, все-таки, смотрите, что такое 200 рублей в месяц. Это 4 сделки по 50 рублей с вас взяли, вот они 200 рублей. То есть, если вы планируете совершать, ну, 4 сделки, там, или больше, и у вас денег не так много, там, ни сотни тысяч сделки, то, в общем, ваш тариф это вот этот вот инвестор. 200 рублей в месяц. В принципе, не жалейте. Вот. Не ведитесь на бесплатную, так сказать, что в месяц не будут с вас брать деньги. Теперь далее смотрим. Это про инвесторов, которые хотят инвестировать в акции и облигации. Ну, и теперь фьючерсы. Самое интересное. Фьючерсы. А фьючерсы на бесплатном тарифе здесь 90 копеек за контракт. А на том тарифе, который 200 рублей, 45 копеек за контракт. Ребята, для спекулянтов здесь самое то. Самый лучший тариф для спекулянтов, это тариф инвестор от Финам. То есть, 45 копеек. Ну, в принципе, это сопоставимо с тем, что дает открытие 47 копеек и кто-то там еще. Давайте перейдем к нашей табличке. 0,45 рублей плюс 200 рублей в месяц. В Сбербанке самостоятельный 0,5 рублей. В открытии тариф все включено 0,71. Там нет ежемесячной платы. Ну, и, в общем, лидируют у нас Финам и Сбербанк в данном случае. То есть, для трейдеров. Причем, у Сбербанка с опционами напряженка. У Финама с напряженками никакой напряженки с опционами. Все хорошо. Вот. Поэтому вот такие тарифы для спекулянтов. Для инвесторов я говорю, что у Финама лучший результат это от. Вот что значит от 0,025? Тоже, опять же, ловушечка. Что значит от? Подробнее непонятно. Давайте к тарифам перейдем. Все равно. Не знаю, что такое от. Все-таки у меня остались вопросы. Что значит от? Так и запишем. От 0,025%. Ну, и посмотрим, что дает Альфа. У Альфа тоже изменился очень сильно сайт. Очень сильно изменился. Переходим к тарифам. Тарифные планы. Тарифный план инвестор. Обслуживание бесплатно. Тарифный план трейдер. 199 рублей в месяц при совершении операции. Иначе бесплатно. Ну, как у других. То есть, в этом смысле все хорошо. Теперь смотрите. Операции с ценными бумагами 0,3. Тот, который бесплатный. Тот, который для биржевого рынка от 0,014. И от 0,1 вне биржевого рынка. Но от 0,014. Пока лучше, чем у Финама. Операции с валютой 0,3. И на бесплатном от 0,014. Ну, как бы хорошо. Операции с фьючерсами. От 0,5 биржевого сбора. И здесь от 0,5 от биржевого сбора. То есть, смотрите, какая ситуация получается. Если вы хотите инвестировать, то, в общем сказать, наверное, вам лучше все-таки выбрать тариф трейдер по-любому. Сейчас я посмотрю, что это значит. Операции с ценными бумагами. Объем сделок за день. Если меньше, чем 100 тысяч, то 0,049. Вот все становится на свои места. Вот 100 миллионов 0,014. Но я подозреваю, что у Финама то же самое. То есть, вы видите, Финам немножечко, ну, лукавит. Поэтому мне он не нравится. Вот. Теперь сделки на... ПФИ, если меньше, чем 200 тысяч контрактов, в размере, равном биржевому сбору. То есть, брокер вообще, что ли, ничего не берет? Вот это я не понял. Или берет ровно столько же, сколько берет, сколько биржевой сбор. Но в любом случае, друзья мои, вот это вот, насколько я понимаю, самые лучшие условия. Фьючерсы на биржевом рынке ценной московской биржи. Я бы сказал, это лучшие условия, насколько я понимаю. А сколько же это будет биржевой сбор? Ну, об этом я думаю, что расскажу в следующий раз. Сейчас мы так и запишем. Здесь биржевой сбор. Плюс. Ну, а, без плюса. Так, значит, это тариф инвестор. Значит, здесь биржевой сбор. Плюс 199 рублей в месяц. Но это за сделку, если была, если были операции, это сильно меняет все. Это сильно меняет. То есть, если такие условия, то это, в общем сказать, можно сказать, бесплатно. Потому что вам наверняка 200 рублей это будет копеечка. Вот. И что еще, значит, здесь? Смотрим. Тариф трейдер. Так. От 0,014 на самом деле 0,049. Здесь 0,3. Ну, наверное, здесь будет выгоднее 0,049. Все-таки. Вот. Мы будем реалистами. 0,049. Здесь, я думаю, что от 0,025 не приличайтесь. Скорее всего, здесь тоже 0,049 плюс 200 рублей. Но здесь плюс 200 рублей в месяц всегда, а здесь только если были операции. Таким образом, все-таки, все-таки, насколько я понимаю, альфа дает самые лучшие условия. В чем там недостатки? А в том, что нет опционов просто и все. В остальном там все хорошо, насколько я помню. Там явно написано, что опционов нет. Посмотрите. Вот когда я включил подробнее, да. И вот здесь вот. Вот я увеличил. Сделки, покупки, продажи фьючерсов на биржевом рынке Московской биржи. Опционов здесь нет. Ну, резюме какое. Если вы хотите инвестировать просто в акции, то, в общем, сказать, Сбер, ВТБ, Открытие – самые лучшие у вас условия. Ну, еще можно Альфу. Альфа тоже хорошие условия дает. Ну, там они не принципиально отличаются. ВТБ и Открытие чуть-чуть пониже. Тарифы не принципиально. Вот. Если вы хотите заниматься трейдингом, то для вас и трейдинг только фьючерсами Альфа. Причем в Альфа, насколько я помню, сейчас я пытаюсь найти это, дает условия для алгоритмической торговли. Это очень интересная штука. Ну, доверительное управление и структурные ноты – это естественно. Это у всех так. Нет, я сейчас не вижу. Но я помню хорошо, что у Альфы был свой собственный торговый терминал, который очень удобный достаточно. И у Финамо тоже, кстати, был лучший терминал в свое время. Но сейчас это уже не так. Сейчас у всех такие же терминалы, ничуть не хуже. Вот. И Альфа предлагал алгоритмическую торговлю. Финам предлагает, с другой стороны, Финамо предлагает сразу, вот смотрим сюда, вот они, финансы, акции и Камон. И Камон. Камон – это только у Финамо. О чем я говорил? По рейтингу стратегии доходности. И вот, значит, здесь они предлагают различные стратегии. Мы можем их отобрать. Сначала рекомендованные. Я вам очень рекомендую. Я вам очень рекомендую. Использовать только достаточно консервативные стратегии. Но здесь по стратегиям все хорошо. Это вот лучший сервис по сервису Камон. Вот так. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok